Всем привет! С вами Роман Федоренко. И сегодня у нас будет немножечко пуканистая тема. Как вы, наверное, поняли из названия, тема пойдет об лазерном реквизите. Я расскажу все плюсы и минусы, за и против, и в конце скажу, как его собрать. Ну что, приступим. Значит, увидел я ролик в группе с лазерным Драгонстафом. Я буду добавлять эти ролики, пока говорю, чтобы вы понимали, о чем идет представление. О чем я как бы рассказываю. Смотрю я, и выглядит вполне-вполне эффектно. Драгонстаф, видите, как он крутится? Лазеры во все стороны. Я думал, нифига себе, реально круто смотрится. Я решил найти, а есть ли пои? Лазерный пои, кто-нибудь собирал, может быть? И там в группу в пои-чат скинул этот ролик, да? И мне китайчик ответил. Он мне скинул ролик с поями. Вот сейчас тоже этот ролик отрывки добавлю, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Так вот, смотрю, он там как-то крутит, орбиталы делает. И там по 4 лазера, да, на каждый из поев. То есть они смотрят во все разные стороны. Такой, ну нифига себе. Хотя он там снимал, вроде возле зеркала, чтобы еще лучи отражались. По видео выглядит довольно-таки эффектно, согласитесь. И это самое. Я начал его там спрашивать. Я как раз теги записал, чтобы потом рассказывать вам, да, какие плюсы и минусы. То есть такой тщательный-тщательный разбор всех нюансов. Сейчас чай, чай, чайку выпью. Я-то думал, у китайчика лазеры, знаете, как лазерные указки какие-то там купил, самый дешевый, как-то приделал, да, и на пою намотал. А он говорит, у него там 100 милливатт лазер и 12-ти вольтные они. Я такой, что за херня? Нифига себе мощность. Но это я уже забегаю вперед. Про эту мощность. Но давайте, ладно, начну рассказывать. Значит, про реквизит. Самое первое, давайте разберем. Законность. Это очень важно. Как вы знаете, лазерными указками слепят даже пилота в самолетах. Представляете, лусь, сиди, человек тут. Может быть, раз, вспышка, и там у человека потеряется зрение. То есть, были такие случаи, да, когда пытались слепить пилотов в самолетах. Еще был один вопиющий случай, когда Акинфеева слепили нашего вратаря. Может, увидели? Потом мимосиков наделали. Лазерная коррекция зрения. Там во время матча, когда был, по-моему, угловой, ему там алжир что-ли был. Не помню, не суть. Его болельщики просто слепили. Представляете, с трибун, да, лазером в глаза. Вот. Поэтому лазеры, они как бы не запрещены, но нежелательны. Еще у лазеров есть мощность, да. Лазерные указки, которые я нашел на Алиэкспресс и на ebay, они в основном 5 мВт. То есть до 50 мВт считается лазер такой, ну, простенький. После 50 мВт это уже такой опасный лазер. Он может быть опасен для зрения и для техники, да. Сами видели там ролики, поджигают эти резиновые шарики, там бумажки, спички, когда луч направленный. Ну вот. А у китайца на пае, у него был 100 мВт, у него лазеры 100 мВт. Я такой в шоке был, да. До чего китайцы только не додумаются. Законность, да. Представляете, соберете вы когда-нибудь эти лазерные паи, включите, просто друзьям показать, увидят это полицейские, все, примут вас как террориста. Да, это вполне можно использовать как оружие, знаете, будут беспорядки, ничего нету, крутануть лазер по глазам и все. Ну, конечно, человек от одного луча не ослепнет, да. Но сами попробуйте взять хотя бы вот этот простой лазер, зелененький лазерную каску и посвятить себе в глаз, какой будет результат. Сами поймете. И, кстати, вот этот мужик, который крутил Dragon Staff, ему-то лазеры в глаза не попадали, да. Они так расположены, интересно, по 5 штук. 4 смотрят в разные стороны и 1, ну, прямо смотрит, да, как палка. То есть, все лазеры, они только на зрителей и на камеру, на него они не попадали. Так, законность, законность мы обсудили, да, надо выяснить. Вообще, может быть, в каких-то странах, да, может быть, вообще лазерные указки полностью запрещены, там вообще любые. Только, знаете, карманы лазерки какие-то красненькие, как в детстве были. Так, законность, законность мы обсудили, надо выяснить. Сейчас выключаю. возможно ли в этом государстве иметь лазерные указки так про батарейки емкость представим собрали вы эту лазерную паю да как-то купили 4 лазера как-то их приклеили и просто зацепили что же про батарейки оказывается чем мощнее лазер тем меньше он работает он больше тратит батареи да то есть на одних батарейках разоритесь представляете 4 батарейки каждый раз надо садятся очень быстро и лазер я смотрел по моему там какой-то 5 мили ватт там они разные почему то есть ну ладно там написано рекомендуемая продолжительность работы до двух минут то есть после двух минут все использовать нельзя и что толку от этого если пояс выбирать до 2 минуты покрутил а потом уже на свое усмотрение перегорит не перегорит фартанет не фартанет до 2 минуты чуть за бред на две минуты максим можно светить какая суть тогда лазера наверно вот и есть суть чтобы слепить воротаря русской сборной емкость до 4 батарейки надо на лазер но они разные есть по моему там каждую по по 2 батареи надо 3а так насадки вот чтобы я так думал да чтобы лазер не слепил людей знаете есть насадки я сейчас тоже ролик ставлю там разные какие-то звездочки можно но чтобы узор какой-то был то есть луч он рассеивается и не он не направленный да то есть и если собирать кто-то решится собрать то лучше до всего дело с насадками потому что не такой сильный луч но он не он менее вредный да не такой вредный как просто направленный луч потому что реально попробуйте себе в глаз так посвятить хотя бы там две секунды сразу там фигово некомфортно поэтому есть насадки они как бы плохи тем что они лазер не так ярко светит да ну в одну сторону зато там лучше рассеивается не так опасно так насадки про мощность мощность лазеров от 50 милливатт и выше это уже считается опасной мощностью да я ролик смотрел мужик короче решил по фану посвятить себе в камеру он короче там пятно оставил на линзе представляете лазером он так посвятил на линзы у него там пятно осталось и все лазера не работоспособно надо линзу менять то есть даже не только для для зрения а еще и для техники от 50 милливатт а у китайчик там 100 милливатт лазер четыре штуки на драгонстаффе не знаю но выглядит мощно да так это мы сказали почему нет лазерных пф да вот тоже интересный вопрос почему блин никто не догадался это тупо лазер приделать ну вот и нюансы да незаконно как полузаконно мало работают и где с ними выступать да где с ними выступать на улице так просто не выступишь вызвать эту полицию то в окнах какие-то огоньки бегают только если в клубах ночных правильно только вот если в клубах выступать с ними больше я не знаю где это выглядит а забыл сказать там ролик когда этот мальчик выступал на сцене я его попросил он скинул мне почему только одна была он просто поднял и раскручивал да то есть но не понимаю все суть я то думаю как-то крутить будет с ней трюки он просто вышел просто крутил там на заднем плане других выступлений он мне короче не скинул только это есть а да и там какой-то луч рассеивался но это другая лазерная установка там по яга лучи вид от нее а то что там большие какие-то лучи квадратные они это а другой лазерной установки видео добавлю чтобы вам было понятно так опасность для зрения техники это я уже назвал да можно повредить все что угодно зрение не на вы реально представляете dragon став крутанул и там все эти лучи в чеку глаза да это с экрана с прикольно смотреть так красивый лет я не спорю но в живу это блин потом после выступления люди вас заяву будут писать что вы их там здоровье попортили вот а пакет зрения пракен феевы сказал как его слепили во время матча какой результат и где выступать с ними тоже назвал так ну да какой результат ожидаете но есть себя собирал я бы наверное сделал так если там идет в комплекте 4 лазера 3 смотрят ну как знак mercedes и один вниз также вот про лазер который китайчик использовал мне скинул название я в город и на алиэкспресс может товар скинуть он короче не нашел я тоже нашел он говорит типа у него 100 100 милливатт лазер четыре штуки нас вот батарейка а я нашел не стопом 130 милливатт там 50 евро стоит вот эти лазер они как раз рассчитаны на долгую работу работоспособность да они как бы подсветка какая-то в ночных клубах там и красные зеленые были где-то там 40 пом евро были 50 до в долларах наверное 50 60 будет примерно вот практически такие как у него то что таких как у него их нашел я не знаю до чего только китайцы не додумаются может он как-то завода там заказывал я не знаю магазинах таких по крайней мере у нас магазинах я такого точно видел такие лазерные установки есть но они громоздкие да там чисто вот такой лазер ну как большой палец на такой длины и там такая вполне хорошая мощность 130 милливатт и он рассчитан на долгий срок работы то есть не на две минуты как китайский ширпотреб а на более долгий срок работы вот поэтому если я собирал ну пришлось бы такие заказывать до лазеры и потом прицеплять их к аккумулятору опять же сколько они будут работать если они будут мощные вероятно даже до часа не дотянут есть четыре лазера а если а вот и реально представьте у кого-то деньги будут да он тупо комплекте лазерных указок закажет как-то скотчем примотает к цепи будет крутить на батарейках разорится человек что я не знаю какой результат будет потому что вот реально роликов вообще нету только там три ролика каких-то нашел плохо видно и с паями и пару драгон драгон став этого но драгон став хорошо выглядит на мой взгляд хотя вот как живу я не знаю представляете я бы пришел там посмотрел на на эту минуту выступления кстати да вот когда он крутит он крутил всего там полторы минуты видимо китайцы тоже знают что две минуты это предел просто почему-то он ну да ну то есть в районе двух минут думаю до предел потому что потом уже опасно хотя если взять и вот лазеры которая сказал за 40 евро я нашел какие-то они как раз рассчитаны на то чтобы работать долгое время так это я назвал сейчас давай еще раз посмотрим насадки схема сборки ну что все за и против мы обсудили давайте скажу как как собрать их вот это можно использовать какой-то мягкий шарик в качестве корпуса на если заказывать те лазеры которые я нашел четыре лазера вставляются в разные стороны смотрят да и нужен шарик наверно побольше резиновый ну хотя бы до примеру говорю резиновый шарик ставили лазеры и 12 вольтному аккумулятору хотя бы такой как у меня можно просто прицепить да и нам на аккумуляторе будет кнопка включения выключения и все вот у тебя будет лазерные лучи 4 лазерных луча да и работать думаю ну минут 20-30 будет наверно я так предполагаю да но можно посмотреть какая-то мощность и все тут можно дырку просверлить весел такой крепкий хороший шарик дырку просверлить и окрутить да придется аккуратно чтобы ничего не повредить также можно внутрь добавить какой-то ваты или не знаю чего для смягчения ударов чтобы они там лазеры него не бегали на столе окон и крепление до дырку просверлить как-то проделать вот при прицепить этот ай болт болт этот с кругляшком и зацепить вот те лазер ходишь крутишь но весь все будет я думаю прилично до до 300 грамм думаю что они сами по себе тяжелый ну или самый бюджетный простой вариант заказать по 5 и больше или 4 лазер указки до крест накрестных приделать включить но там тоненькие лучи будут но он блин зато уже что-то да мне вот интересно если ребята вы смотрите у кого есть лазерные указки снимите какой-то ролик да и еще желательно с насадками просто покрутите мне интересно как это будет смотреться потому что этим как бы никто не занимался так все обсудил все за и против все сказал все что надо если забыть что-то добавить напишите свой комментарий в комменты я прочитаю обязательно отвечу вот так что не стесняйтесь ребята также спасибо вам как обычно за просмотр ставьте лайки ребята не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на мой канал всем спасибо с вами был роман старенко всем пока а и и и и и и и и и